Все, что здесь происходит сейчас в зале, вы должны были решить сами, потому что существует вертикаль власти. Вы, зал, управление, пожирает. И здесь то, что мы сейчас слушаем, все должны были решить. Вы сами, спокойно, без всяких... Потому что сегодня какие острые вопросы должны решить депутаты? Какие? Какие острые вопросы мы сейчас должны решить? Ваш конфликт? Или конфликт каких-то рангов? Я так думаю, что надо все это прекратить. Взять вам вопрос в свои руки и как хорошего руководителя правильно, грамотно решить вопрос. А если понадобится наша помощь, то она должна понадобиться по каким-то суперконкретным вопросам, а не просто так вы говорили. Все, спасибо. Я абсолютно поддерживаю депутата Авдеева. Это действительно человек, который имеет опыт работы в хороших, сильных предприятиях, военных, которые раньше были. Это действительно так. У нас получается, смотрите, вот структура вообще ПЖРЛ, как она должна работать? Она должна выполнять то, что ей положено в уставе, то, что ей предписано, и она это делает. Любые изменения, которые есть ПЖРЛ, это в любом случае должен делать исполком и говорит, что на сегодняшний день меняется так-то, так-то, с такого-то, такого-то числа. Как можно, вы подумайте, мы дали задание ПЖРЛ, делать там реформу. Меня всегда убивает этот вопрос, это уже годами длится. То, что мы пытаемся проводить какие-то тендеры, отдавать какие-то работы с ПЖРЛ. Ну, неправильно это в корне. Я 7 лет говорю за лифтовое хозяйство. Ну, не надо никому в другие города его отдавать. Есть полноценное предприятие с главным инженером со всей службой. Это будет в 10 раз дешевле, чем кому-то отдать обслуживание лифтов. Все люди, которые обслуживают, это желтоводцы, которые просто-напросто придут в ПЖРЛ, напишут заявление и будут работниками ПЖРЛ обслуживания лифтов. Если кто-то боится, да нечего ему тогда делать на должностях. И не надо тогда говорить нам за какие-то копейки, что один город Криворог это делал дороже, а Днепропетровск сделает дешевле. А ПЖРЛ сделает в 10 раз дешевле. Ну, неужели это непонятно? Мы говорим постоянно за какие-то крыши, где проводить какие-то тендера. ПЖРЛ, вот люди, я смотрю, с ПЖРЛ сидят, которые копейки получают, они не могут развиваться. А мы говорим за миллионы гривен, которые должны провести тендеры и отдать кому-то эти работы. Да почему у нас целые службы в исполкоме, которые не могут отработать технологии, найти новые технологии, покрыть, обучить людей и эти деньги оставить в ПЖРЛ, чтобы люди заработали. А у нас задача реформа ПЖРЛ сократить людей. И, ну, это же, ну, как можно докричаться до этого? Каждый день, вот мы сократили ЖЭК, да не надо его сокращать, его надо наоборот увеличивать, чтобы людям было удобно работать. Ну, просто смотри, чтобы не было один сошкой, семеро с ложкой. Ну, просто-напросто вывезти, вот сколько необходимо рабочих этих людей. Мы всегда говорим, что желает громада. Громада желает услышать, сколько денег сдали, какую работу выполнили. Все просто, здесь все кругами ходят, водят, водят нас какие-то конфликты. Зачем это нам слышать? Есть структура, которая должна работать. Кто-то не работает, ну, увольте его. Ну, просто-напросто, ну, уже, уже, ну, депутаты, вы посмотрите, сколько времени мы говорим одно и то же. Когда проходит семинар, мы опять повторяемся. Василий Венеевич, у вас достаточно власти, воли, для того, чтобы четко, ясно решить и не выносить этот вопрос. Ну, мы сейчас слышим жалобы. Вот вертикали власти один на другого жалуются. Зачем это нам слышать? Четко пожирает, должно, директор должен выполнять то, что ему говорит исполков. Он не выполняет, значит, его нужно выгнать оттуда. Если первый зам не выполняет свои работы, тоже нужно, значит, ввинять. Но не надо это депутатам, не надо это общественности. И вы посмотрите, что у нас получилось. Общественность собралась, потому что она недовольна тем, что ПЖРО работает и не отчитывается за каждый дом, что они сделали. А ПЖРО собирается, потому что им преподносятся, дворнику, сантехнику, вас будут разгонять. Да никто не будет разгонять. Их, наоборот, надо увеличивать. Просто обучать людей, чтобы делали асфальт, чтобы делали кровли по новым технологиям, которые должно предприятие уже 10 лет, говорим одно и то же, что всевозможные радиоактивные вот эти деньги, которые приходят, это по 5-7 миллионов в год. Почему мы кому-то отдаем эти работы? Почему не делает ПЖРО? Почему кровли школ не делает, незаменитруб ПЖРО не делает, как делало раньше? Давайте мы просто это вернем все в ваша воля, как мэра, и все станет на место в течение месяца. Спасибо. Может это будет выглядеть жестко, но все-таки нам надо что-то предпринять. Мы, сессия, доручила, выполнены решения двум организациям. Мы сейчас действительно видим вот это. Мне тот не дает, мне тот не дает, мне тот не дает. И мы на это не реагируем никак. То есть не выполняется указинка сессии. И сейчас сессия пытается опять же тем самым людям, которые между собой, там уже как тут грызутся, видно с их выступления, между собой, сессия опять дает новый термин, опять новые какие-то, чтобы они дальше что-то выполнили. Мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет. И надо ставить жесткие все-таки условия. Если не выполняется решение сессии, может быть эти люди не на своем месте. Спасибо. Да, решение комплексное. То, что оно там выписывалось в козетке в Жравотан-Кудрявцеву, в экономичном комитете управления житлого коммунального господарства, решение комплексное. Оно, видно, по крайней мере, наша комиссия, которая готовила это решение, мы его видели как комплексным. И нельзя рассматривать поручение одному без выполнения поручений других. Например, пункт 2.4, о котором говорила Любовь Федоровна и так далее, где мы говорим о том, что домовые комитеты должны включаться в работу по перераспределению денежных средств. Вот я хочу обратить внимание еще раз. Сейчас действуют тарифы, которые были сформированы на основании постановы Кабинета Министров номер 560. Эта постанова Кабинета Министров, которая действует номер 560, тоже давала возможность перейти на индивидуальные поддомовые тарифы. Но это не сделано, сделано было поэтажно. Ну так было сделано. Она не обязывала, поэтому вот так вот сделали. Теперь вот эта новая постанова, она обязывает перейти на эти домовые тарифы. Но фишка в чем? Мы впервые имеем с вами только в 869-й постанове, что люди могут перераспределять финансовые потоки в пределах тарифа. Вот что самое главное. Почему мы об этом и говорим, что вы обязаны были, исполнители комитетов, прийти на эту постанову. Вы должны были, то есть это параллельная работа, переход на поддомовый тариф и на вот эту постанову. Иначе домовые комитеты в работу не включаются. У нас их сейчас 12 штук или 9, и плюс сегодня будет еще 3. Даже если бы у нас было 480 домовых комитетов, они бы контролировали процесс? Нет, потому что это решение не было принято. Я не хочу сейчас показывать пальцем, кто виноват, кто не виноват. В целом, виновата вся вот эта вот цепочка вертикаль, начиная с жравой, заканчивая, наверное, городским головой, которые ответственны за эти все вопросы. Но правильно вам, Василий Вениаминович, принимать какие-то решения по этому вопросу? Ну, наверное, просто, ну вот стыдно смотреть со стороны. Вы знаете, я проработал 8 лет в исполкоме, в ходе коммунальной собственности 4 года, но такой вот неразберихи не было, в принципе, понимаете? То есть как-то вот странно смотреть, ну правильно сказала Татьяна Алексеевна, ну есть вертикаль власти, ну уважаемый, если вопрос не готов, отнесите это дело, перенесите его на второе пленарное заседание. Но мы не должны слушать вот эту сейчас неразбериху и так далее. Мы концептуально должны понимать, что мы в городе хотим. Самое первое, это дать людям прочувствовать возможность контролировать и прочувствовать вот это вот перераспределение денег. Люди уже сами будут потом анализировать по тарифам. Если ЖЭО будет предъявлять, вернее, давать возможность, скажите, если вам необходимо сделать кровлю, я вам готов сделать только тариф, который есть, например, 2 гривен квадратный, даст вам сделать кровлю в течение там 3 лет. Я вам сделаю кровлю через 3 года. Или мы инициируем тебя на уровне жителей, жильцов дома, сбор дополнительных средств, мы делаем кровлю, а потом это будет в виде компенсации. То есть я к чему? Люди должны включиться в работу обязательно перед вот этим вот, перед этими управленческими компаниями или управляющими компаниями, которые нам, возможно, могут быть навязаны. И мы должны в общей, как говорится, в общей каворте идти вот в решение этого вопроса, а не сейчас и разбираться. Поэтому, чтобы заканчивать свое выступление, я просто предлагаю брать за основу все-таки то решение, которое нам вынесли, внесли сюда для рассмотрения, но добавить те два пункта, которые говорила Людмила Григорьевна. Третьим пунктом, то есть первые два пункта оставить из того решения, чтобы принять доведение, что нам поразвитувало. И второй пункт, вернее, третий пункт, вызнать работу в экономичном комитете, управление житового коммунального спецназа, незадовольную и заслухать через месяц. Почему здесь не включаю, я предлагаю не включать, ну, по крайней мере, не включена была взаименимая грани, я соглашаюсь в жрел, вызнатый незадовольный, потому что проанализировал эту ситуацию, все пункты, кроме актов, выполненных робит, практически в жрел выполнено. Почему не было в течение трех месяцев профинансирование создания автоматического этого программа обеспечения по каждому житовому дому? Ведь это делается распоряжением городского головы в течение недели, сегодня на сессии, сегодня утверждаю. Заходы, которые мы утвердили 21 мая, это, ну, как бы корректно сказать, вот заходы, которые мы требовали в течение 10 дней, а вы утвердили 21 мая, из 13 пунктов, ну, 8, это практически уже сделано, или они, ну, это, ну, не знаю, где подбирают слов, это просто отсутствует анализ при составлении этого решения исполкома. Зачем? Зачем вы вкутываете вот депутатский корпус вот в эту неразбериху? Поэтому я предлагаю, все-таки вы, уважаемые коллеги, заслужили вот снимку незадовольную, и через месяц, будь ласка, отзывай, да. Дякую. Очень многое сказано уже здесь, то, что я хотел тоже говорить. Хотелось бы напомнить всем, уважаемые коллеги, если мы разойдемся сейчас и не примем вот то, о чем было сказано, значит, будет точно то, что я вам говорил на семинаре. Мы заговорим, заболтаем этот вопрос. Но я хотел бы сейчас в своем выступлении обратить внимание на другую сторону, о которой сейчас никто не сказал. Анатолий Николаевич на трибуне сказал о том, что наше решение 20.17 – это закон. Сказал Анатолий Алексеевич, да. Закон местный должен выполняться. А теперь посмотрим. Значит, пунктом 3.1 мы писали о том, что выгонавчему комитету в десятилетельный термин разрабыты заходы. Разрабыты. 21 мая. Вместо 10 дней использовали 77 дней. Я специально посчитал. Почти 8 раз сорвали срок. Это что за выполнение решений местного закона? Налицо факт в обеющей безответственности. Я скажу так. Посадовый хасиб выгонавчего комитету и управление ЖКХ. Поэтому, ну, напрашивается вопрос. Первый – оставить как есть в предложении, которое было, принятие доведомо. А второй вопрос – обязательно работу признать незадовольную. Иначе нас ничего же не сделают. Иначе нас громада не поймет. Что, те не сработали? И мы молча заговорили, и разошлись, и все. Ничего, ничего, с места не встретилось. И второй вопрос. Выгонавчему комитету Минской Рады, то есть пункт номер 2 и 3 из того предложения, который, из первого предложения, которое вы нам раздали, исключить. Принять пункт номер, то есть вот это предложение, принять, которое прочитала Людмила Григорьевна. И мы обязаны этим пунктом выполнить, перейти на 869-ю постанову, выполнить мероприятие, вернее, да, мероприятие по решению 21-17, и на следующей сессии первому заступнику доложить о выполнении тех мероприятий, которые были по 21-17, и этого решения, которое мы примем сейчас. Если они будут снова не выполнены, ну тогда уже, извините, как-то кто-то говорит, право и власть употребить. Иначе это не серьезная работа местного совета. Спасибо. На линии 13-го року был разработан план заходов удосконаления работы по утриманию житлового фонда. Подписавцы заходы голова комиссии з якости надания послуг житлово-комунальных послуг пан Кудрявцев. Далее, он пересел украсом директора КП Журево, но никто не отменив. Первое, КП Журево провести работу. И тут цілий перелік заходов, которые не выполняются уже два года. Розумієте, даже если не выполнялось решение и виноватый виконком, там перший заступник, кто-то не проконтролировал. Самое важное вопрос, которое касается життєдяльности города, течут криши, бурьян, смятя, мер каже, что это не моё. Розумієте, давайте включим это вопрос, что касается незадовольной работы КП Журево, так же все решение. Мы не полягали, и с нами мер спогодился, в березне месяце, что когда не будет выполнено. Хочу, не вопрос, что касается КП Журево, мы будем инифировать вопрос изменения керевництва Журево. Было так? Было. Теперь у меня такое впечатление что Кудрявцев в какой-то зоне комфорту, у него, хай мешканцы, місца знают, три заступника, главный инженер, замголовного инженера, главный энергетик, замголовного энергетика, люди добрые, майже 75 ИТР и АУП, а то сменшить на 50% цю кількість и сменшить тариф. Розумієте, может вам тарифу тогда выстачить, но работа их задовольна. На позачерговом балансовой комиссии признают 7 членов комиссии работа незадовольна, грязь, потопает место, трава, извините, побоя впереди с полкомом, не говорячи уже там, где мы дичачи майданчики установили, не дали побудовать цей метр квадратный или 33 метра, но понимаете, скрозь бурьян, скрозь карантинные травы ростут, а мы сейчас говорим, что они били бурна.